здравствуйте это формула бежу я Ольга Козлова сегодня у нас небольшой но очень интересный обзор несмотря на то что в кадре нет ярких оттенков мы с вами посмотрим очень яркие по своей сути и по смыслу камни для изготовления бижутерии это будут натуральные камни которые я купила на платформе в магазинах aliexpress и мы рассмотрим черную шпинель мы рассмотрим черный турмалин шерл поймем что ожидать от этих камней и как их можно использовать и также у нас будет очень интересная позиция так называемый солнечный или черный лунный камень узнаем что продают под этим названием поехали черный турмалин шерл один из самых загадочных и в то же время распространенных камней черный турмалин не зря называют шерлом немецкие горняки в свое время шерлами называли шерлом называли самую распространенную в рудных отвалах породу и потом постепенно это название перешло на черный турмалин из чего естественно мы можем сделать вывод что порода достаточно распространенные черный турмалин относятся к кольцевым боросиликатом не всегда его состав можно выразить химической формулы потому что присутствует очень большое количество химических элементов и они еще там каким-то образом замещают друг друга твердость хорошая твердо 7 7 с половиной по шкале мауса это достаточно много что позволяет турмалину придавать огранку и грани достаточно хорошо выражена как мы можем видеть но кстати очень часто использую черный турмалин вы наверно видели в таких как бы продольных кусочков и там имеется явно выраженная как продольна трубчатая структура у этих кусочков и именно за своей такой явно выраженные продольной структуры шерл невозможно довести в огранке до идеального состояния и именно этим он отличается например от того чем его можно спутать забегая вперед черный шпинелью или например с черным тонированным агатом больше мне пока ничего не приходит в голову мне кажется это самые близкие такие самые близкие его соседи но по сравнению с агатом конечно большая твердость большая блеска игра по сравнению со шпинелью в которую мы сегодня тоже посмотрим такой более бархатный цвет более глубокий за счет того что плотная такая факт текстура у камня он как бы поглощает свет шпинель больше сверкает больше дает искр и мы это увидим мы сравним ниточку ниточку шпинели и ниточку шерлом черного турмалина турмалины бывают разных оттенков мы с вами еще посмотрим вот такая нить четырех миллиметровый турмалин который продается в этом магазине как темно-синий но я хочу сказать что в сравнении с шерлом конечно видно что он синий но темно-синим его можно назвать условно но он не такой плотный не такой глухой есть такое понятие как синий шерл я бы наверное вообще синие турмалины называются индигалитами я бы наверное вот этот почему я в этот обзор его включила я бы назвала вот этот вот эту нить синий шерл я не знаю но шерл в моем представлении название она никак не обесценивает нить она просто дает это такое сопутствующее название она дает представление о том что это плотный глухой черный камень темный камень достаточно распространенные так давайте посмотрим попробуем шерлок рассмотреть включение как вы видите да вот мне кажется видны полощи тость видно видите да я показываю что есть вот такие вот такие недополировки резюмируя хочу сказать что когда мы пытаемся мы не знаем что это но подробно подозреваем что либо шпинель либо турмалин либо агат но агат тонированный черным отличается восковым блеском заваленными гранями черный турмалин у него буду тут очень характерные но если это не кусочки до с продольной с текстурой не обработанные не граненые если это граненый или круглый всегда на поверхности будут дефекты и вот не помню сказал или нет все тогда сказала 77 половиной твердость о синенькой нити вот честно сказать если бы я ее увидела наверное я бы ее не приобрела но уже что есть что есть зато показала вам немножко грустноватый у нее цвет даже у черного промалина мне кажется более выразительно здесь присутствует какой-то такой грязноватый оттенок но это на мой взгляд давайте посмотрим следующую нить тоже очень интересно итак черная шпинель мне кажется сразу мы видим то что мы видим в камере то что отличает ее от в черного турмалина от шерла это большая игра по моему я не помню на санскрите может быть не на санскрите по моему вот слово шпинель имеет на одном из древних языков что-то общее со словом искры искрящаяся но как мы знаем шпинель тоже природная может быть разных оттенков очень известны исторические камни которые например считали рубинами оказались рубили там красной шпинели но сегодня мы говорим о черной шпинели смотрите какая она замечательная она действительно искрящаяся вот тот эпитет который просто слетает сам это искры 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 и искры когда мы говорим о шпинели это искрящийся очень красивый минерал твердость повыше около 8 8 по моему даже восемь с половиной бывает у шпинели хорошо поддается огранке такой гладкий красивый наполненный цвет и я бы сказала выглядит она более ювелирно к сожалению не шпинель не не шерл мы не можем достоверно проверить в домашних условиях даже если мы будем использовать карандаш и твердость это нам мало что даст потому что семь с половиной восемь это небольшая разница и в общем разные виды могут иметь разную твердость в общем это не информативно с спектрами аппаратными методами естественно можно все определить но я считаю что у тех кто работает с камнями вот совершенно никаких сомнений не вызовет черная шпинель просто потому что этот блеск его не перепутать нищим давайте посмотрим рядом шпины турмалин огранка огранка разная но как вы видите шарики шерла черного турмалина они тоже имеют очень очень много граней и при одном и том же освещении мне кажется совершенно явно мы можем определить где что и вот только сейчас я видела через камеру знаете вот шерл выглядит рядом со шпинелью как антрацит он такой как угольный он как будто бы поглощает свет вот недаром я сказала что он бархат вот согласитесь так и есть шпинель это искры запомните эти два слова вы никогда не перепутаете еще я хочу сказать я мне вот на просторах интернета встречалась такое определение турмалина как электризованность что он притягивает мелкие какие-то ниточки бумажки в общем если потереть то он больше там притягивать знаете я вам хочу сказать что да действительно турмалин обладает пир и пьезоэффектами электрическими но это совсем не то же самое что статическое электричество пьезоэффект это когда в одной бусине есть и положительный и отрицательный заряд об это проверить не можете никак в домашних условиях притягивает там что-то вашу бусину или не притягивают это абсолютно будет в данной ситуации не информативно и эффект статического электричества это не то не то же самое и посмотрим насколько же хороша моя ниточка черной шпинели значит выглядит она потрясающе в камеру но я ее естественно рассмотрела и поближе и к сожалению у моей ниточки есть не до полировки но это не дефект не связано со структурой камня это связано именно с дефектами обработки посмотрим как просверлены отверстия отверстия просверлены но в принципе ровно в принципе ровно если учесть что это кубик я кстати не помню размеру кубик 4745 на четыре с половиной миллиметра но если учесть что это кубик кубик всегда выглядит побольше чем круглые бусины принципе нить выглядит очень очень так значимо я бы не сказала что это тонюсенькая ниточка вот смотреть сюда криво просверлен криво просверленный камушек вот хорошенький турмалинчик давайте не буду зависать на моих черных камнях а пойдем дальше теперь поговорим о том что продается под названием вот это я купила как черный лунный камень но у меня по этому поводу нет никаких иллюзий я хочу попробовать простыми словами объяснить почему каждый раз ну надо знаете сквозь пальцы смотреть на то что пишет поставщик по поводу тех или иных камней надо просто понимать предмет этой истории и так лунными камнями называются камни обладающие резации и если резация происходит таких холодных голубоватых тонах которые здесь не попадались этих вот такая вот и резация в голубоватых тонах она обусловлена включениями альбита вот смотрите да как перламутр такой вот такие камни иногда называют перламутровыми или жемчужными шпатами лунными камнями в общем путаницы в названиях есть но если мы говорим вот смотрите на если мы говорим полевой шпат то мы просто называем группу которые относятся эти минералы и мы не лукавим это действительно полевой шпат далее существуют так называемые солнечные камни и очень часто вот такого плана образцы которые я держу в руках они продаются еще как солнечник или сан стоун или гелиолит еще иногда называется вот не зря не кручу этот камушек посмотрите здесь очень хорошо видно два вида и резаться и резаться по типу лунного камня холодная и по типу солнечного камня для солнечника золотистая а золотистая резаться она обусловлена включениями гематит или геотита когда такие минералы продаются под названием черный лунный камень можно их так называть я считаю что здесь правильно называть эти нити полевыми шпатами и можно делать для покупателей но для того для их понимания что лунный солнечный камень потому что здесь действительно резаться и камня нескольких типов мне нравится сочетание очень благородная в этой нити двух оттенков я хотела именно вот такую комбинацию чтобы был и серенький с голубой и такой персиковый с золотистый в общем я этими нитками удовлетворена с учетом того что я купила их дешевле чем в принципе они предлагаются в среднем по рынку я ими очень очень довольна пожалуйста не уходите мне вам еще хочу кое-что показать меня спрашивали какими справочниками какой справочной литературы и какими источниками я пользуюсь знаете интернет немного чего пишут это конечно замечательный ресурс но я вам хочу похвастаться и показать мои справочники вот смотрите много-много лет я пользуюсь вот такими книгами естественно интернетом тоже но вот эти книги я покупала в петербурге в конце восьмидесятых годов это переводная переводной двухтомник видно что я часто им пользовался ведь он проклеенный немецкий перевод на немецкого автора шумана мир камня горные породы минералы мир камни драгоценные поделочные камни когда-то мне больше нужны были драгоценные поделочные камни это было связано с моей работой сейчас мне больше даже нужны горные породы и минералы но вот это для меня абсолютно бесценная книга цветные иллюстрации они может быть не так хорошо изданы как издают сейчас но краткая справочная информация дается полностью замечательно кратко по делу по существу все характеристики все емко без всяких инсинуаций современных очень хорошая такая можно сказать академическая вещь замечательно был дефицит свое время следующий справочник ювелирные камни корнилов и солодова тех же лет восемьдесят шестой год издательства недра это справочник классический который использовали на территории с нг он дает такое знаете российское представление о камнях потому что немножко отличалась свое время да и сейчас в принципе то что живет у нас в голове немного отличается различные гемологические ассоциации имеют разную классификацию камней например и советские классификации они отличались например классификация ювелирных камней вот мы их увидим что их несколько классификации ферсмана классификация киевленко промышленная классификация вне ювелир промо это все относится к одним и тем же камням это очень интересно хороший тоже справочник тоже им пользуюсь и классическая монография смита переводная монография тоже смотрите уже вся книжечка пожелтела старенькая монография восемьдесят четвертый год москва издательство мир здесь очень обширная информация тоже ведь уже проклеена потому что от времени она у меня развалилась физические характеристики технологии обработки история главные драгоценные камня органогенные материалы декоративные тут все понемножку ну здесь очень много теорий связанные с есть исторические кстати камни здесь очень интересная книга я думаю что при желании наверное ее можно найти вот такими камнями я пользуюсь в своей повседневной жизни ссылки на материал я оставлю под видео если вам понравилась моя публикация поставьте пожалуйста лайк я потратила много времени на съемку монтаж на этот ролик и надеюсь что вам было интересно и полезно а с вами была формула бежу я ольга козлова всего доброго до свидания